Хух! Хороший подъемчик! Свою машину! Нет еще? Давай! Привет-привет, друзья! Сегодня у нас будет гонка на 30 км И сегодня специально для вас мы заснимем эту гонку Будем стараться изо всех сил пройти всю дистанцию Лыжи мы вчера пропинили, чтобы они у нас ехали Посмотрим Денис, к примеру, наложил Веленый парафин А я положил Синенький Ну и посмотрим, у кого лучше Ну это еще и зависит не от парафинов А от самого физической вашей подготовки Нашей, вернее Ну так что, вот, друзья Настрой у нас боевой Да Так что Смотрите И обещайте досмотреть все до конца Да-да-да-да Потому что мы же будем стараться специально Для вас Чтобы это вы все увидели Ну и все Приятного просмотра Компионата В фокусе Компионата Компионата Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я был сосредоточен на гонке И это просто невозможно Это очень тяжело Отвлекает А сейчас я спокойно Когда я это видео записал Я могу вам прокомментировать То, что я чувствовал Мое физическое состояние По медицинской точке Как я себя чувствовал И вообще Что со мной происходило Денис, вставай, давай Вот Денис Наш друг упал Но он быстро встанет И сейчас нас догонит Так, итак, друзья Номера, которые вы видите Начинающиеся от 300 до 400 Это группа выступает Участников От 18 до 40 лет В которую я и вхожу Да И через минуту старт Идет за нами Через одну минуту Старшие юноши От 99 года До 2000 Такой маленький Возрастной промежуток Дистанция у них уже 15 километров Номера у них от 400 до 500 Дальше идет группа Ветераны-мужчины От 40 до 49 лет Тоже дистанция у них 15 километров Это только мы Такие супер-выносливые Должны бежать 30-ничек Да У них номера У мужчин уже От ветеранов От 500 И выше Ну и до 600 Также ветераны Мужчины от 50 и старше Выступают Тоже 15 километров бегут И номера я у них не помню К сожалению Ну не в курсе Остальные Старшие девушки 99 год 2000 год Бегут один круг 7,5 километров Женщины Женщины 99 98 год И старше Тоже 7,5 километров Средние девушки 2001 до 2000 До 2003 года 5 километров Ветераны-женщины 40 лет И старше Тоже 5 километров И так Вот сейчас я держусь В нашей группе Потом вскоре Сейчас тут будет небольшой У меня Оп-оп-оп-оп Да Ты чё? Вот так вот Ну что же Все бывает В этот момент Или не в этот Когда-то Денис успевает Наш друг Денис Успевает Пора шмагнуть Мимо меня И в дальнейшем Уйти далеко вперед Вот небольшой Идет подъем Ну достаточно Такой пологий Дескоп В него забираться Вот На трассе Я 3,5 минуты Минуты Чувствую себя Хорошо Но тем не менее Отстаю От со мной Группы Потихонечку Потихонечку Отстаю Ну и Слава Богу Я не последний Провь Там за мной Еще Из нашей группы Порядочное Количество Человек Отстаю 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 Кстати, друзья, после того, как я стал отставать от сильнейших, я, как обычно, стал винить во все лыжи и смазку, то есть парафин, ну, в общем, подготовку лыж. Ну, как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает, да. Ну, что ж, не без этого. Потихоньку, потихоньку я отстаю. Слышно уже по дыханию, как... Ну, я начинаю уставать уже, да. Ну, а впереди еще сколько километров. Я только думаю в себя, как же мне это проехать, все расстояние. Иногда, знаете, друзья, прямо хочется плюнуть, остановиться. Да и нафиг, все это мне надо, мучения. Ну, нет, нужно терпеть, терпеть, терпеть. И самое-самое наслаждение, это то, когда ты финишируешь. Вот это и есть твоя награда. Это и есть то чувство. То чувство, когда ты победил самого себя. Особенно это чувство достигается на длинных дистанциях. Особенно на марафонах. Да, вот 30 километров, это тоже тяжелая дистанция, почти что марафонская. Считается длинная гонка. Дальше уже идут марафоны, называется гонка, который длинней 30, а именно 50 километров. Это уже считается марафонской дистанцией. Ну, вот эта трасса, она тяжелая, можно сказать так, потому что очень много подъемов на круге. Если не ошибаюсь, с 11 или 12 подъемов. Последний из них, прямо очень крутой, как отвесная стена, в него можно ползти. И очень выматывающий, заползя в него, прямо не идут ноги уже по ровной поверхности. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок В общем, как я говорил об этом спортсмене, 300, который перед нами сейчас, 333, и он с одной палкой достаточно хорошо выдвигается. Я с двумя не могу его дохать. И если вы смотрите, то там намного лучше катят, потому что он удаляется. А сейчас, внимание, с левой стороны кто-то врезался в дерево и лежит на спине. Это очень жестоко, да. Субтитры делал DimaTorzok Не могу даже догнать его в подъем 333 номера. Но не переживайте за него. Ему скоро дадут новую палку, и он, естественно, удалится от нас за горизонт. На дистанции я только нашел одну отметку. Расстояние это 3 километра. Может, они где-то еще были в отменке, но я просто не обратил внимания. Да, уже тяжеленько, тяжело, тяжело. По прямой даже еду после горки. Правильно говорит бежать на лыжах, а не ехать. Это моя плохая привычка ехать. Еду только на машине или еще что-то. Лышники бегают. Субтитры делал DimaTorzok И, друзья, хочу вам сказать Про питание На длинных дистанциях нужно обязательно питаться Обязательно принимать изотоники Энергетические батончики, гели Гели и батончики я не принимал А изотоник пил Здесь питание как бы не входило в лыжную гонку Но мои знакомые, мои друзья мне в этом помогали Точнее, Максим мне давал на каждом круге выпить изотоника Что и помогало мне держаться и пройти всю дистанцию до конца Все 30 километров Ну а дальше будут интересные моменты Такие, как вы смотрели в начале видеоролика Это очень сильное падение такое С сальтами-мортальтами Но не будем забегать вперед Смотрите и увидите все сами дальше Кто-то нас обходит 400 Какой-то номер И вот меня обгоняет лидер группы 520 номер Это ветераны-мужчины 40-49 лет Дистанция у него 15 километров То есть два круга по 7,5 километров Этот лидирующий спортсмен Своей группы оторвался На достаточное расстояние От своих конкурентов Ну и спортсмен со сломанной палкой Все бежит, бежит Не выпуская из рук Свою сломанную По всей видимости Карбоновую палку Возможно, ее еще можно будет После починить Естественно, уже Это будет происходить дома КОМОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОН Субтитры сделал DimaTorzok Видать, он уже подустал и решил я его обойти, чтобы немножко ускориться вперед С горы я так разогнался, что даже обогнал какого-то 400 каким-то номером спортсмена, который перед этим меня обогнал Сейчас идет легкий подъем Чувствую я себя достаточно сейчас хорошо Круг, как я уже говорил Вот бежит 530 номер, спортсмен из Кинишмы Бывший МЧС, работник МЧС Очень хорошая у него физическая подготовка Он держится на своем месте в своей группе Группа у него 50 лет и старше ветераны И в итоге он займет второе место Второе почетное место Очень хороший лыжник Хорошо бегает Всегда занимает призовые места Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот на горизонте показался наш обидчик И обидчик 333-го под номером этим спортсмена Которым он сломал лыжную палку Ну возможно не он виноват Ну и он виноват в моем падении Так как он наступил мне на лыжу Походу с ним что-то не так Или его покинулись силы Или что-то еще случилось Но он как-то не очень хорошо едет И на этом поезд не попрощались Больше я его не видел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше я стал потихонечку догонять спортсменов из своей группы Которые уже, так сказать, выбились из сил Нужно рассчитывать на длинные дистанции Прежде всего, да, нужно рассчитать свои силы на марафонские, на длинные дистанции Вот прямая уже не финишная прямая А перед концом круга, 7,5 километров, такая уже прямая дорога Идет без подъемов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь меня сейчас ждет питательный коктейль из изотоника Который мне предложит мой хороший знакомый Максим Спасибо ему огромное за поддержку И его маме Люби Вот наш Максик стоит Нужно обязательно подкрепляться на длинных дистанциях, чтобы у вас хватило сил Об изотониках я как-нибудь расскажу вам подробнее в другом видео Ну а вот наш спортсмен 333-й, которому дали-дали-дали палку И он уже в полной боевой готовности ваться в бой Так как ему еще предстоит так же, как и мне Преодолеть 3,5... Простите, 3 круга по 7,5 километров Еще только все начинается А мы уже 26 минут В изнурительной гонке Но нужно терпеть Для этого мы сюда приехали Чтобы сражаться Сражаться и побороть самого себя Прежде всего самого себя Ну и естественно, если у вас хватит сил Нужно их обогнать своих соперников А сейчас меня обойдет мой друг Мой коллега Ну-ка, с кем мы вместе занимаемся Он 500... Сейчас увидим, какой у него номер Его зовут Анатолий Сейчас я ему крикну Анатолий 515-й его номер Он бегает намного лучше, чем я В возрастной группе он 40... 49 лет А мне... А мне крикнул я Дяденьке говорю Дайте мне попить Ну, я, конечно, пошутил Но он согласился мне предложить Напиток С чувством юмора Вот так я еду Как будто и не устал Ну, на самом деле Вот сейчас я как... Замечательное у меня состояние сейчас Вот еще один хороший спортсмен Дедушка уже Ветеран такой Очень хорошо бегает на лыжах Не отстает Не отстает От Анатолия Ну, как видите, как они резво от меня ушли Ну, все-таки они уже ускорились Потому что им этот последний круг Им нужно как бы поднажать Если хотят улучшить свой результат Дяденька, подвези! И я уже кричу Дяденька, подвези! Потому что... Потому что я уже стал прикалываться Так-так, друзья Уже полчаса я на дистанции И пока я еще живой И карабкаюсь, карабкаюсь все В этот подъем Достаточно резво, как вы можете обратить внимание У меня открылось, как говорится, второе дыхание Да, у спортсменов Ну, а у всех людей обычно открывается второе дыхание После какой-то пройденной дистанции Там, физической нагрузки Это всегда так Николай Павлович! Тут я увидал Кого я увидал? Я увидал Николая Павловича Крупина Президента Лыжной Федерации Ивановской области Президента Лыжной Федерации Ивановской области Итак, друзья, у нас второй круг идет Время тридцать одна минута Тридцать одну минуту на дистанции я нахожусь Ну, в общем, я всю дистанцию как бы себя нормально чувствовал Только последний круг я уже, честно вам признаюсь Уже еле-еле молочил лыжи Да, это было так Ну, а сейчас у нас идет еще второй круг И я полный сил все еще бегу, насколько могу Не знаю почему Не знаю из-за чего Или Все лыжники мазохисты Но почему-то мне это нравится Прямо ужасно нравится Преодолевать эти трудности И получаешь такие позитивные эмоции То это нужно просто пробежать Поучаствовать в этих соревнованиях И ощутить это сами Все, кто участвует на соревнованиях Я знаю, полностью согласятся со мной И поддержат Ну, а это я увидал нашего Дениса Который в самом начале упал Ну, сейчас он уже Вот он Уже спускается за горы А я только поднимаюсь Удалился от меня Молодец А возраст его 18 лет В этом году исполнилось Точнее, если сказать В прошлом году Если он так же продолжит заниматься То его ждет хорошее будущее Спортивное Надеемся Надеемся, он не бросит лыжи Ну, а это у нас впереди Так, кто у нас впереди Сейчас я уже, честно говоря, не помню Сейчас мы поближе Сейчас Подбежим На это вроде Николай Палыч, конечно же Николай Палыч Крупин Лыжники Ивановской области Знают его отлично Он президент Николай Палыч Президент Лыжной Федерации Ивановской области РЛС РЛС Это, друзья, переводится так Российский любительский лыжный союз Николай Палыч Крупин Он президент по Ивановской области Группы РЛС Российского любительского лыжного союза Он организует лыжные гонки по Ивановской области В этом году я вступил В эту группу Любителей лыж И эта гонка пойдет мне в зачет Как и все остальные Тяжело-тяжело Мы подходим Скоро будет большой подъем Крутой Обходят меня лыжники из другой категории Из другой группы возрастной Но пока что Из моей группы меня больше никто не обходит Потому что больше никого в сзади нет Шучу я, конечно, в сзади еще есть Предостаточно соперников Которым нельзя Нельзя поддаваться И как бы Уступать им Нужно бороться Хотя мне и не светят, конечно, никакие призовые места уже А вот это тот самый подъем Про который я говорил Который такой На камере это очень плохо видно Но на самом деле он настолько крутой Что я прямо вот Как вы видите Еле ползу Очень тяжелый подъем После него просто невозможно бежать уже на лыжах Можно только ползти Хороший подъем Хороший Нет Ну и сейчас Внимание, друзья Внимание Это Конец Нет Это еще не конец Вот что делают крутые подъемы со спортсменами Он настолько меня вымотал Что я даже уже не устоял на спуске на ногах На лыжах И упал Серьезно упал Камера у меня слетела с головы Из-за этого падения Кстати, когда я упал Я думал Только бы не сломать лыжи Только бы не повредить что-то Ну, руки, ноги Почему-то я не думал Что я сломать могу А Боялся повредить Свой инвентарь То есть лыжи Балки Крепления Ну, как видите Все Оказалось целым Камеру я надел Немного выше Чем Нужно было К сожалению Аккумуляторная батарея Уже подходит К концу До конца Я не заснял Ну, в общем Гонка была Тяжелая Да, тяжелая Последний круг Очень тяжелый Я его буквально Доползал До финиша Меня измотали Эти подъемы Я финишировал Успешно финишировал Был этому Очень доволен Кстати Вот эту группу лиц Которая меня обогнала Я потом Обратно Расставлю все На свои места И Обойду я Вот такое было Падение Мое Единственное Серьезное Падение На трассе Остальная Гонка Проходила Без серьезных Падений У других Лыжников Случились Более крупные Повреждения У одного Знакомого Моего Сломалось Лыжное Крепление При падении Как видите 40 минут На дистанции 40 минут На дистанции И это еще Второй круг И еще Мне предстоит Еще два круга Вот я сейчас Смотрю На это Видео И Представляю Как я Смог Добежать Вообще Когда ты там То Это Совсем Другая Обстановка У тебя Адреналин У тебя Куча Эмоций И Ты Как бы Уже Настроен На гонку И Совсем По-другому Себя Ощущаешь Субтитры Продолжение следует... Досматриваем до конца это видео Там в конце я еще дам комментарии после завершения гонки Своих ощущений, что там вообще происходило Я вам и так уже рассказал, естественно, что происходило во время гонки Мне очень она понравилась Обязательно поеду на следующий год Ну и с нетерпением жду, конечно же, конечно же, с нетерпением жду Как и все спортсмены Деминского марафона Это, как говорится, праздник, праздник лыжного спорта Деминский марафон, международный марафон Самый классный марафон, я считаю, самый классным марафоном России У кого есть возможность, приезжайте обязательно, поучаствуйте в нем Каждый, кто умеет, хотя бы просто умеет кататься, бегать Да просто кататься на лыжах Пробежав и вон, пройдя эту дистанцию замечательную Вы зарядитесь на весь год позитивной энергией И тем более, дойдя до финиша Получите настоящую марафонскую медаль Настоящую марафонскую медаль Узнаете свое время Ваш результат придет вам в виде смс прямо вам на телефон После финиша вас накормят горячим обедом В общем, супер-супер-супер Приезжайте, приезжайте Все приезжайте, у кого есть такая возможность В этом году он пройдет 4 марта В Ярославской области, в поселке Демино Рыбинского района Замечательный марафон Приезжайте Вам очень понравится, я обещаю Я буду там тоже участвовать И с нетерпением жду его Это праздник, праздник наступающей весны Раньше он проводился позже Но так как сейчас весна с каждым годом как бы становится раньше И была один раз неприятная ситуация, когда его отменили Из-за просто того, что растаял снег Была одна такая ситуация Но сейчас его сделали Приняли решение проводить раньше Ну, в общем, все Сейчас аккумулятор садится Как вы видите на экранах Продолжение следует... С rugged друзья я доехал до финиша спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца да это было тяжело 12 подъемов на 7 километрах это получается 30 километров 48 подъемов всего на против на трассе но да и некоторые из этих подъемов были довольно тяжелые такие прямо неприступные стены ну самочувствие вроде все нормально вот отлично классно вы же ехали правду так как хотелось бы но 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 вон там мне максик мах машет вон я очень доволен мне понравилась гонка всем спасибо спасибо что были со мной все это время до новых встреч друзья впереди деминский марафон 50 километров впереди да 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 я буду это все снимать конечно же вы все увидите своими глазами а еще лучше приезжайте не участвовать не обязательно быть профессиональным спортсменом а просто даже любителям просто можно так приехать и прокатиться для себя и доехав до финиша получить медаль настоящую марафонскую медаль да так что это вообще я считаю вполне возможно исполнить вполне возможное желание исполнить не мои желание да можно это сделать было бы у вас желание и настроение да вот я в том году не тренировался ничего захотел на марафон и поехал и пробежал не вода не сказать что пробежал прошел за три часа ну а что ж не те же чемпионы ну а ну а ну а